Всем привет, и вы в рубрике «Вся правда о трансформерах». Другими простыми словами, рубрика о роботах, пришельцах которых где-то обитают, а я о них пытаюсь рассказать как можно больше. Сегодня у нас будет очень мощный выпуск, хоть героев всего будет три, но информацию о них как будто рассказывать буду о десятерых. Начнём с Найтбита, продолжим конечно же с Хрономедом, а закончим на Орионе Пакси, иначе это Оптимус Прайм, но только до. Насчёт него не знаю как у нас получится, но надеюсь удастся выдать как можно больше информации. Начинаем с приятного просмотра. Первым будет Найтбит. Найтбит – самопроизглашённый детектив, любит тайны, ожидания и заговоры. Когда Найтбит ищет улики, всё остальное не имеет значения. Скажите ему в информации, он будет упрямо искать любую возможную зацепку, пока не получит её. Эта мономания, как известно, доставляла ему неприятность из-за головы, больше раз, чем он может сосчитать, но перед лицом невзгод, он остаётся хладнокровным, уверенным и даже непочтительным. В ходе своих расследований Найтбит обычно игнорирует правила положения и любые социальные тонкости. Он оскорблял существ во много раз больше себя и совершал огромные оплошности, чтобы раскрыть правду. Дело не столько в том, что Найтбит храбр, сколько в том, что когда он охвачен, азартом охоты ему не откажут. У Найтбита есть партнёр-директор Мазл, с которым он удивительно хорошо ладит. Эти двое, кажется, были единодушны ещё до того, как были связаны бинарной связью. Время различные биографии и сперва будет в комиксах Марвел. Вскоре после того, как он стал директором и присоединился к команде Оптимуса Прайма на Земле, Найтбит узнал о таинственном трупе робота, который, по-видимому, выбросил на берег Калифорнии. И решил провести расследование, захватив с собой Сайрена. Обнаружив серийное клеймо из тюрьмы Дисптиконов на теле и идентифицировал фирменную циклонную пушку как орудие убийства, Найтбит пришёл к выводу, что он выслеживал сбежавших заключённых автоботов. Но Сайрен немного подправил в расследовании, а также был момент с Тандер Уингом. После Найтбит собрал боевую команду, в которую вошли Лейнмайн, Сайрен, Шланг, Бегство и Онсан, и под командованием Оптимуса Прайма бросились на Землю, чтобы помочь своим павшим товарищам. Там обнаружили Дефбрингера, который пытался энергии Матрицы Созидания. Пока шла разборка, Найтбит решил изобраться кое в чём и выяснил, как избавиться от Дефбрингера, а именно его собственными программами, и что он должен уничтожить сам себя. Когда явился Тандер Уинг, из океана намеревался уничтожить Найтбиты, Шланга и Сайрена, но, увы, был отброшен. В другой раз у Тандер Уинга что-то всё-таки удалось. Он запер трёх автоботов, включая Найтбиты, и получил нужную информацию. Но после поглупости Дисптикона, автоботы вышли наружу, с Матрицы, которая была испорчена Дисптиконом. Оптимус Прайм поручил Найтбиту выяснить, где Рэчит и Мегатрон. Он выявил, что Рэчит, возможно, был брошен в межпространственный портал, а после был зажат между космосом. Немного позже Найтбит лицезрел, как материализовался Рэчит на Ковчеге, вместе с Мегатроном. Они стали единым. А если перейти к финалу, то Снэпдрэгон оттолкнул голову от останков Найтбита. Значит, он не сумел выжить в битве. Следующий комикс, и это IDW. Он был одним из первых из первой волны сконструированных холодных кибертронцев, подключенных к сети. Четыре миллиона лет назад Найтбит был переговорщиком с заложниками и интересовался политическими новостями. Спустя годы Зета Прайм поручил Найтбиту работать над обменом заложниками Сориона Паксом и Альфа Трионом. После официального начала войны Найтбит вошел в состав 113 батальона и принял участие в масштабной битве против Блэк Шаду. Через некоторое время после отбытия метроплекса с Кибертрона, Найтбит, Бамбл, Биджетфайр были в космосе, преследуя корабль Блачина. Найтбит, которое время пытаясь разгадать тайну первого ковчега, отправился навстречу с торговцем механоидов по имени Каракон, но нашел его мертвым неизвестным образом и тогда он следовал подсказкам. После исчезновения Санстрикера Найтбит начал расследование последовательности событий, приведших к его поимке. Затем можно заметить, что события переместились в мертвую вселенную и там было немало приключений. А еще мы можем увидеть, что Найтбит присоединился к команде Lost Light, после присутствовал на суде Мегатрона, в какой-то момент к Найтбиту подошел Гетауэй или Атомайзер и спросили, поддержит ли он их в мятеже против Мегатрона. Как и другие, Найтбит посетил одну из лекций Мегатрона о рыцарях Кибертрона. И о нем все. Да, также были другие различные события, разговоры, сражения, но все, как говорится, не расскажешь. Давайте рассмотрим фигурки и перейдем к другому герою. А на очереди автобот по имени Хромедом. О нем немного больше информации и биографии. Приступаем. Большинство универсальных потомков Хромедом или Тумблер является относительно их академиком. Первоначально работавший специалистом по цифрам в Институте Высшего Программирования Кибертрона, работавшим над способностью улучшения вычислительной мощности компьютеризированного разума трансформеров Хромедома, оказался насильно втянутым в Великую Войну, когда атака Десептиконов разрушила объект. Хромедом использовал свою работу для программирования автоботов, чтобы они могли перехитрить своих противников Десептиконов, но, увы, в конечном итоге это только способствовало своего рода интеллектуальной гонке вооружений, в которой обе стороны соревновались в превращении новейших достижений, в программировании военные преимущества. Хромедом пришел к выводу, что войну с Десептиконами предотвратить нельзя, а можно только выиграть. Хорошо разбирающийся в механизмах кибертронского разума Хромедом, как известно, специализируется на мнемохирургии, науке манипулирования мозгом трансформера и воспоминаниями внутри. В некоторых вселенных Хромедом бинарно связан с эгоистичным небулансом Стайлером, который больше озабочен прекрасными вещами в жизни, чем интеллектуальными или военными занятиями. Как тихий бот разума, Хромедом имеет тенденцию ходить на задний план, но также существуют универсальные потомки, в которых отказывается от науки и выходит на передовую, чтобы стать гораздо более заметной фигурой. Время биографии и снова из комиксов Marvel для начала. Давным-давно на кибертроне Хромедом был частью ударного отряда автоботов, возглавляемого Фортрес Максимусом. Он был программистом, но все больше разочаровался в том, что его работы используются исключительно в военных целях. Последней крупной миссией Хромедома на кибертроне было сорвать марш рабов плавильным котлам. После события происходили на небулусе, где пытались подружиться с жителями этой планеты. Вроде бы получилось, но не сразу. Затем небулансы должны были пройти процесс директора хирургическим путем, изменив себя, чтобы стать главами автоботов. Таллер вызвался пройти процесс, чтобы стать главой Хромедома, и процедура началась. Новые автоботы-директора встретились с десептиконами в бою, и десептиконы были поражены тем, насколько сильными и проворными внезапно стали их враги. Ух! Но как мы знаем, у десептиконов эта способность также появилась, и сражение проходило наравне. А также у десептиконов появились новые товарищи, таргетмастеры. Когда Хромедом и другие вошли в крепость отчаяния десептиконов, осознали, что это была ловушкой, и там столкнулись они со Скорпоноком и таргетмастерами. Битва была нечестная, но благодаря лекции Хромедома смог ослабить Титана, а позже и вовсе отступить. И на этом остановимся, перейдем к другую биографию, а именно из первого поколения. Хромедом находился на Кибертроне в 2007 году, когда объединенные силы десептиконов атаковали планету с намерением открыть плазменно-энергетическую камеру. Когда начались проблемы с двигателями шаттла, они оказались на соседней планете. Жители этой планеты приняли их за агентов и заключили их в тюрьму, чтобы после казнить. Но тут, как тут, оказались десептиконы, которые хотели украсть ключ от камеры. Чуть позже, часть автоботов стали хедмастерами. Естественно, десептиконам это не понравилось и сами стали хедмастерами. Вернув ключ в свои руки, десептиконы покинули Небулес и вернулись на Кибертрон, который затем Гальватрон переместил на околоземную орбиту, планируя уничтожить оба мира. Впоследствии, плазма-энергетическая камера была деактивирована, а десептиконы были посланы в глубокий космос. А с восстановлением Золотого Века Кибертрона, Хромедом вернулся в Небулес с хедмастерами, чтобы помочь уничтожить все последние следы зла Улья с планеты. Теперь на очереди мультсериал Хедмастеры. 4 миллиона лет назад Хромедом и его друзья Джок и Аппель были среди группы миниатюрных кибертронцев, которые покинули Кибертрон из-за неисправности двигателя. Они оказались на планете мастер. И там к ним не были гостеприимны. Когда ученые-мастера совершили свой следующий квантовый скачок в технологии, речь идет о транссекторах, Хромедом и другие прошли строгую физическую и умственную подготовку, чтобы овладеть этой технологией. В 2011 году Гальватрон снова напал на Кибертрон. Тогда Хромедом отправился на планету. Расследуя слухи о нападении десептиконов на планету Праум, Хромедом и хедмастеры автоботов оказались в ловушке, расставленным Скорпоноком. Хромедом и Хардхед расследовали передвижение десептиконов на земле, когда собранные силы злодеев организовали массированную атаку на Кибертрон, чтобы получить новый сплав Кибертрон-Урон, разработанный вектор Сигмы. Но конец событий оказался печальным, а именно взрывом бомб на Кибертроне, когда Спайк, Даниэль, Уилли и Трейнботы раскрыли заговор десептиконов с целью уничтожить Марс. Хромедом и другие направились прямо на эту планету. Но тут без взрыва не обошлось. Красная планета была уничтожена плазменными энергетическими бомбами Скорпонока. После этого было много событий, но была одна цель — отомстить и победить Скорпонока. В какой-то момент они поняли, где у него слабое место, а значит победа в руках автоботов. Обсуждая, каким должен быть следующий шаг автоботов, Хромедом выступил против плана Таргетмастеров по заманиванию десептиконов в космос и сказал, нужно атаковать прямо сейчас. Однако план потерпел неудачу, когда Скорпонок появился из-под поверхности планеты прямо посреди города, и многие молодые воины погибли в результате неорганизованного ответа. Была дуэль между Хромедомом и Секшотом на астероиде Юнона, чтобы понять, кто сильнее. Но тут помешали бомбы Скорпонока. Решающая битва проходила на Северном полюсе, где десептиконы проиграли и были изгнаны с земли. А Хромедом заверил Даниэля, что автобот уходит, но мир, который они принесли на землю, останется здесь. И последняя часть — это комиксы IDW. Изначально Хромедом звали Тамблер. Перед войной работал суд медэкспертом в полиции. Тамблер проявлял большой интерес к мнемохирургии, науке о взломе разума трансформеров и чтении их воспоминаний. Тамблер и Прау расследовали убийство сенатора Шерма. А еще можно выделить, что они не всегда лазили хорошо. После полномасштабного восстания десептиконов, новый Прайм Зета переместил институт и переименовал его в новый институт. Работая в новом институте, он получил прозвище Хромедом в связи с его потрясающими навыками пневмохирурга и люботомиста. Со временем Хромедом был недоволен огромным количеством способностей и побочных эффектов и отправился в клинику покончить с этим. А там он встретил Рьюайнда и после этого все поменялось в лучшую сторону. После присоединился к экипажу Lost Light. Хромедом перенес краткий приступ ложных воспоминаний, когда он заново пережил воспоминания о смерти Скайфола, один из неприятных побочных эффектов его мнемохирургии. Несколько дней спустя Скитс, вдохновленный разговором с Хрономедом, в Хрустальном городе хотел, чтобы мнемохирург открыл его недостающие воспоминания. Когда кризис миновал и Мегатрон, казалось бы, сдался и перешел на сторону автоводов, Оптимус Прайм попытался заставить Хромедома извлечь воспоминания Мегатрона для использования в суде, но тот был против. Следующая остановка. Команды была в 61 цикле 500, где Хромедом столкнулся с новой проблемой, он мог столкнуться с самим собой, из-за дубликата экипажа Lost Light, как понимаю. После были события с группировкой DJD и там не все было легко. Конечно, после этого было достаточно событий, но решил поделиться именно этим. Когда все закончилось, Хромедом ушел на пенсию, чтобы присматривать за своим партнером, вставив его в затылок как средство общения, речь идет о реванде. И на кое-что очень даже напоминает игру Киберпанк, там такое тоже есть, трансформеры, предсказатели? Значит и в реальности такое скоро будет? Хм, ладно. Узнав биографию, можем узнать, кто его озвучил в первом поколении, а именно Фрэнк Уэлкер, и можем теперь перейти к фигуркам. Да, мы конечно уже получили массы полезной информации, но это еще не конец. Остался Орион Пакс. Что же я для вас подготовил, узнаете прямо сейчас. Робот, получивший имя Орион Пакс, в конечном итоге известный как Оптимус Прайм, медленно, но верно поднимался к славе. Сначала как офицер закона, не боящийся отстаивать справедливость, тем, как великий и могущественный военачальник, державший оборону против 10 иконов Мегатрона на Кибертроне и по всей галактике. Как первый законный Прайм за многие века наследник Матрицы Лидерства, Оптимус Прайм многими почитается, а некоторыми ругается, но всегда имеет мощное присутствие в битве или вне ее. После того, как Великая Война подошла к концу и Кибертрон связался со своим давно потерянными колониями, Оптимус обнаружил, что эти изолированные миры видели в Праймах живых богов. Поначалу пытаясь использовать эту веру, чтобы следить за канцлером Старскремом, некоторые близкие друзья опасаются, что поколение может ударить ему в голову и привести к повторению коррумпированных дел своих путешественников. Особо следует отметить его присоединение Земли к Совету Миров, действие которое, как он утверждает, направлено на защиту Земли, но которое другие рассматривают как основу новой Кибертронской империи. А теперь биографии из комиксов IDW и возьмем только то, что связано с Орионом Паксом. Остальное уже об Оптимусе, и это мы не трогаем. Оптимус Прайм был выкован под именем Орион Пакс из Иакона, альфа-трион, который чувствовал, что молодой робот однажды станет предметом великих историй. С юных лет Пакс преуспел в интеллектуальных занятиях, окончив Институт Высшего Программирования и поступив в Академию Наук и Технологий, в то время как в Религиозном Квартале он проявлял себя скептиком, сомневаясь в существовании Рыцаря Кибертрона. О как! Стал восходящей звездой в полиции Кибертрона, убедил своего старого друга по Академии Ретчета открыть бесплатную клинику в городском тупике. Когда Мегатрон был арестован, Орион решил провести расследование, и после выяснилось, что тот не виноват и освободил его. Были эпизоды с Сенатом и Орионом, где произнес речь, после которой Шоквей встал сотрудничать с Паксом. В клинике, пока лечили дрифта, Орион узнал о смерти нынешнего носителя Матрицы, Номинуса Прайма. Вина стоит за Сенатом, а после других ряд событий Шоквейв показал свое истинное лицо. Сентинал Прайм, главный силовик Сената и член сенаторской фракции, избивший Номинуса, хотел убить Ориона Пакса за вмешательство. В первом цикле 502 Зета и Пакс пронюхали о новой горячей точке Искры в регионе Орион. Там Сенат хотел совершить грязные дела, и Орион хотел не допустить этого. Когда Диспеконы убили Сентинала, был сформирован новый Сенат под руководством Зета Прайм. После планировалось покушение на Зета Прайм, но Орион Пакс, Кап, Аренхайд защищали его. В одном из событий явился Бамблби, который признался, что именно он разбомбил фабрику. Орион был впечатлен храбростью, а после Би попросил присоединиться к отряду Ориона. Вскоре Орион Пакс стал командиром своего собственного подразделения. В какой-то момент Зета Прайм оказался врагом, так как хотел уничтожить Неон своими Омега-разрушителями. Орион хотел сразиться с Зетой, но силы не позволили. Но тут автоботам помогли Диспеконы и Мегатрон. А конец этого был таков. Пакс потерял руку, но смог уничтожить оружие Зета, а Мегатрон сумел расправиться с врагом. Ну и конечно же не стоит верить до конца врагам, так как Мегатрон предал своих временных друзей. Затем Матрица Лидерства спасла Ориона, и теперь он стал Оптимусом Праймом. Но было некоторое возвращение в прошлое, а именно Прайм очнулся в бесплодной пустоши. Матрица лежала перед ним, ее кристаллическое ядро раскололось надвое, а энергия иссекла. Вектор Сигма перезагрузила Кибертрон и вернулась в первобытное состояние. Когда Оптимус отдал половинки Бамблби и Ходроду, Оптимуса не стало и возродился Орион Пакс. События происходили на планете ЛВ-117, там в тюрьме обнаружили таинственную сферу, а это была машина времени. И у Ориона было небольшое путешествие. Когда все закончилось, Прайм снова появился в относительном настоящем. Очень много оказалось информации, но думаю это на пользу. Теперь мультсериал Трансформеры Прайм. В одном из эпизодий мультсериала Трансформеры Прайм, Оптимус Прайм вернулся к своему началу, а именно к Ориону Паксу. Тогда Пакс оказался на борту Немезиды с Десептиконами, и все опасались этого, но только не Мегатрон, так как он знал, что делать и как быть с ним. И тогда Нокаут прикрепляет значок Десептикона, а после промывает память рассказами, что автоботы издевались над ним и прочее. Орион в это верит и считает себя Десептиконом, и готовый расправиться с Ретчетом и с другими. Раз так, то он помогает Десептиконам, и ему удалось расшифровать некоторые данные, а именно технологии на Земле. Однажды Старскрим вернулся на Немезиду и встретился лицом к лицу с Орионом, Оптимусом Паксом. Конечно, не задумываясь, направил на него оружие и назвал его Оптимусом Праймом. А в тот момент автоботы пытаются починить космический мост, чтобы спасти своего лидера. После слов Старскрима Орион начал что-то подозревать и решил покопаться информацией. Обнаружил, что его правда обманули. Старскрим был живой, а также лидером автоботов был Оптимус Прайм. А после выяснил, что он и есть Оптимус Прайм. Десептиконы узнали это и надеялись, что тот завершит начатый проект Иакон. А на Кибертоне люди идут к компьютеру Вектор Прайм. Мегатрон, узнав о происходящем, просит продолжить работать или же будет уволен. А также Мегатрон узнал о действиях автоботов и людей. Переместившись по космическому мосту к ним, началась битва. На корабле Немезида тоже были события. Ориона избивают Вихиконы. Но недолго, так как Орион узнал, что у него есть пушки и быстро расправился с ними. И тогда направился к космическому мосту. А там с Мегатроном. Конечно же ему в битве не удалось победить, но ключ был совсем рядом. И начался нужный процесс. И Орион снова стал Оптимусом Праймом, победив к тому же Мегатрона. Хоть на некоторое время. Крутая серия, однако могу вам сказать. И время заканчивать. Могу сказать приятную вещь. Следующие видео будут не похожи на обычные, так как в них будем знакомиться кое с чем другим. А после этого перейдем к тем, кто выше нас и их. Кто же это, напишите в комментариях. А я буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, поставьте лайк для поддержки. Также не забудьте про колокольчик. И увидимся в новых следующих видео и в этой рубрике соответственно. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.